всем привет с вами снова виктор балет сегодня хотел бы разобрать очень интересную статью в интернете нашел насчет больницы каражала у меня есть свой опыт с этой больничкой потому что я родился в городе каражали прожил свои 17 18 лет в этом городе и пару раз побывал естественно в этой больнице как и может быть многие из вас потому что но на протяжении жизни бывают какие-то проблемы где-то что-то как-то а у нас каражали было это одна единственная такая больница где операции делали где аппендициты делали и прочие там переломы и у меня тоже был перелом локтевого сустава я попал в эту больничку вот в этой больнице разгорелся скандал этой центральной больницы сотрудники службы медицинской помощи пожаловались на руководителя медорганизации который якобы живет в больнице и оказывает на них психологическое давление это передал один из корреспондентов коллектив была написана коллективная жалоба и там они описали всю эту ситуацию на протяжении уже одного года живет какой-то сотрудники их не руководители в одной из палат и постоянно прессует там всех коллектив конечно очень очень недоволен этим написали они заявление руководство области должно было каким-то образом подсодействовать и приказом руководителя управления здравоохранения караганинской области была создана специальная комиссия которая будет направлена в город каражал для проведения служебного расследования и о результатах проверки мы сообщим дополнительно отметили в пресс-службе и вы живете в этом городе и наверняка уже знаете чем все это закончилось тем более что это было где-то год полтора тому назад свежо воспоминание об этих всех событиях ну а я вам хочу рассказать о своей истории что со мной произошло в этой больнице и как бы я вообще выкарабкался из этого тяжелого случая у меня был полный перелом локтевого сустава и я попал в эту больницу вот так вот выглядела моя рука вся опухла вся красная было страшно и более когда-то вызвали скоро вернее скоро и не было потому что это было в субботу воскресенье выходные дни по моему даже воскресенье и хирург он уехал на рыбалку на клыч мы позвонили нам сказали что он уехал на клыч на рыбалку и поэтому его сегодня не будет вот такой как бы со страшные боли я плакал там и все на свете и в больничке даже никого не было до хирурга не было на месте ну вообще как это все началось откуда это все взялось такое увлечение что я так упал и сломал руку ну как я уже раньше рассказывал мы пацанами чем пока не увлекались и как-то один раз сходя в цирку с или в цирк на русском языке я увидел жонглера меня это так фасцинировало я подумал его надо учиться и потом мы всем двором все учились и мячики подбрасывали кольца подбрасывали и все на свете хорошо это получалось у нас довольно таки стоя на земле до без всяких проблем без ничего но тут однажды мы решили это дело поменять и как раз мой отец у него была был сварочная пара дома и он разрезал бочку на две части вот обыкновенная такая 200 литровая бочка ему наверное у каждого из вас может быть те кто живут в своих домах есть она используется для воды там ну первоначально конечно для каких-то горючий смазочных там веществ масло там или может быть какие-то кислота там и прочие дела да ну каждый из вас видел такие бочки и вот в каждой семье использовалась такие бочки их резали пополам и одна половинка в ней можно было соленье делать на зиму в подвал ставить погреб туда например капусту солили потом там всякие другие всякую всячину да можно было солить в таких бочках она удобная очень такая вместимая была 100 литров получается вот отец взял ее порезал пополам и одна половинка еще дома такая тепленькая можно сказать во дворе валялась и мы такие вообще крутые пацаны конечно мы решили устроить такое циркус цирк взяли естественно эту половину бочки потом начали залазить на нее и уже жонглировать с бочки так катишься на бочке до ногами на бочках кататься мы тоже конечно могли уже отдельно если взять эти две операции просто кататься на бочке стоя да это тоже было не так уж тяжело и жонглировать с земли тоже было уже не тяжело потому что мы всему этому искусству уже быстро научились потому что там днями занимались во дворе этим цирковыми всякими искусствами да и футбол и хоккей чем только мы не занимались то есть спортивно мы были очень подготовленные такие пацаны но когда я встал на эту бочку и начал жонглировать то я не смог удержать равновесие и упал так вот взад назад упал до всем своим телом и как-то решил автоматически подстраховаться и руку выставил правую а нет вернее левая сломана левую выставил вот так руку и прям всем телом на нее упал и она так и сломался до локтевой сустав полностью но это было конечно катастрофа ну и как я уже сказал мы позвонили в больницу хотели скорую вызвать но скоро не приехала потому что они сказали хирурга так и так нету и зачем я хочу ехать надо потерпите но они же не видели там до видео телефона не было то что это морал и более страшнейшие были и рука вся вспухла такая красная была вся такая ночью ужас короче я вспоминаю это конечно ужасное такое событие было в моей жизни никогда не забудешь но отец взял урал мотоцикл мы сели и поехали туда в больницу все равно потому что как-то мы думали что все равно кто-то нам окажет там какую-то помощь не может же такого быть если хирург уехал дата в больнице же все равно из какие-то медсестры думали может какой-то укол сделают или еще что-то обезболивающее потому что тем более у меня мама там работала всю жизнь в больнице в молочной кухне как я уже в прошлых видео рассказывал да и весь город знал и мама уже знала всех сестер там хорошо хирурга не было но был какой-то другой персонал ну и короче мы на урале погнали туда в больницу в новый город приехали такие никого нету там я два часа еще ждал там плакал мне тогда было сколько наверное лет 11 до всего так 11 такой подросточек до небольшой и вот такой страшный перелом рука там вся залилась кровью вот это все опухла там ну короче финиш даже не представляю как это все ждали 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 потом где-то кто-то как-то что-то я даже точно не помню кто мне там что мне делал как-то гипс поставили быстренько все это замотали да и какое-то обезболивающее дали лекарства ставили в этой больничке а я уже сказал что это выходной был мама тоже уехала и я там каким-то чудом наверно на этих на препаратах каких-то тяжелых до обезболивающих когда это до понедельника все вытер вытерпел ну и потом наверное этот этот врач приехал нас ключа наверное так оно и было и каким-то образом что-то мне там сделали то что мама вышла естественно в понедельник на работу ко мне пришла в первую очередь и смотреть что как с моей рукой да и выглядело все очень-очень ужасно еще хуже потому что все это такое было воспаленное да и вроде бы как он хирург говорит что поставил на место все эти косточки но боли были страшнейшие я там все время только и плакал потому что невозможно это было все вытерпеть и рука все больше разбухала разбухала и матушка моя тоже была на 180 имеется ввиду так уже по-немецки говорят на 180 это когда у тебя уже чуть ли не крыша едет да и ты уже чисто психически уже как бы ну все уже истощен полностью да она горит все давайте это есть сестра тоже подсказали дни на ты давай собирайся и езжай лучше в карагандинскую областную больницу да иначе здесь ничего хорошего не будет потому что потому что все это так ужасно выглядело но они мне еще пару дней подержали там в больничке в каражале потом пытались еще что-то поправлять как-то еще какую-то операцию сделали мне опять толку не было опять страшные боли все это опухшие все это такое невыносимое ну и мама она как бы наверное знала всю эту кухню там в больнице до что какие хирурги как это все делается и ну я же не первый случай был и не последним сами каражальцы знаете как это все происходило да и короче она взяла направление мы поехали в карагандинскую такую областную больницу карагандинской областной больнице там уже все было так чинно все уже классно профессиональные врачи известные там на всю караганду или на всю область персонал обученные палаты такие были отличные там всякие приспособления хирургическое отделение там очень много хирургов и но вообще это был совсем другой мир для меня открылся потому что карагандин каражальская больничка она все равно какая-то маленькая там палаты какие-то непонятные видно это финансирование не было такого как областная больница карагандинская ну и поэтому были условия не те ну и сама атмосфера потом мне сделали операцию по новой все поставили на место потом опухоль сошла боли сошли как-то я стал себе хорошо нормально чувствовать и буквально там через месяц полтора где-то полтора месяца наверное был минимум даже до двух месяцев я бежал там атмосфера очень хорошо в детском отделении стану опять же с детьми игрались весь день игрушек очень много хороших было такое персонал отличный ну я очень-очень благодарен персоналу карагандинской областной больницы что они не купоправили потом начали делать массажи различные там сначала разогревание делали потом а там были такие как фитнес терапойты то специальные врачи были которые гимнастикой занимались до после операционной ну короче как сейчас сравниваю да как на западе здесь у нас тоже все это организовано вот примерно так же было и в караганде уже в то время но здесь на западе конечно еще немножко покруче ясно дело и техника и все остальное сейчас уже за все эти года все ушло вдаль дальше стало развиваться ну что мне самое больше нравилось так это персонал в караганде очень очень хорошим я им очень 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 благодарен ну и вся эта история общей сложности где-то делу длилась два два с половиной три месяца а потом я вернулся обратно в каражал уже с нормальной рукой ну последствия конечно остались и по сегодняшний день ну вот такая история у меня была с каражальской больницы из карагандинской областной и поэтому я вам советую если где-то что-то серьезное не жалейте денег не жалейте времени не жил не жалейте ничего и может быть действительно сразу направляйтесь в карагандинскую областную больницу потому что у меня с ней отличные при отличный такой опыт и так с вами был виктор балет следующем ролике еще что-то расскажу у меня очень 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 много было различных таких знаковых событий в моей жизни да что связано с каражалом как-то много лет я на эту тему даже и не думал но сейчас когда мне исполнится 60 лет зимой в январе как-то эта тема поднялась да вот эти воспоминания хорошие и вот так я сейчас глядя назад раньше когда я был молодым парнем да я считал что каражала это конец света потому что поезд приходил и дальше он уже никуда не шел из каражала только в обратную сторону караганду туда шел и я всегда мечтал уехать из каражала думал вот такой уже конец света а сейчас прожив жизнь я вижу что наш городок каражальский там было очень очень много хорошего ну кое-что было не очень хорошее но в целом это был нормальный классный такой городок и классно хорошее у нас было детство и за это я очень благодарен всем каражальцы то сопровождал меня по жизни то соприкасался со мной как там мы были в контакте с кем до каражал я бы сказал это звучит гордо так что каражальцы цените свой город вы не забывайте что конечно есть очень много других красивых мест но в каражал я бы с удовольствием приехал бы на денек но а так как это очень-очень далеко я всей душой как бы в каражали с вами там потому что там каждый квадратный метр мне знаком да потому что я его обходил облазили детьми там пацанами доли поперёк рожал вы знали как свои пять пальцев вот такое небольшое видео следующий раз что-то интересное расскажу подписывайся пожалуйста на мой канал поставьте пальчик вверх я тебе буду за это очень очень благодарен пока пока